Здарова, сталкеры! С вами Хлебный. Наконец-то я отошёл от новогодних праздников. Почти месяц отходил. Жесть. И теперь снова готов играть в эти ваши моды на сталкер. Но подождите, раз уж на этом канале год только начался, то давайте начнём вот с чего-то хорошего. Да, сегодня мы не будем играть в очередной говномод, и сыграем не просто во что-то хорошее, а в SVZ Project Lost Story, который вышел без объявления войны, аккурат 31 декабря. То есть, пока я давился зимним говномодом по поиску дров, Сашка XD-модер потихаря выкатил модец, чтобы я не узнал. Ах, Сашка! Я вам это ещё припомню. Но не будем терять ни минуты. Поехали! Прежде всего, хотелось бы описать нововведения в моде. А то опять скажете, что я тупо засчитал сюжет игры из Википедии. Начнём с меню интерфейса. Тут всё сохранилось со времён SVZ эпизод Zero. Минималистично, ничего лишнего и со вкусом. Мне нравится. Далее у нас идёт выбор уровня сложности. Его нет. И так даже лучше, потому что с балансом в моде всё в порядке. И это и не жопный хардкор, где и метра шагнуть не можешь, но по лицу всё же надавать могут. В общем, даже такой криворукий геймер, как я спокойно прошёл модец. И только попробуй начитерить бессмертие, ибо... Ну это позор, ребята. Я тебя предупреждал. Забудьте про старые добрые сейвы, а именно про истеричное нажатие клавиши F5. Сохранение только возле радиоприёмника. При случае, если вы скоропостижно опи***лись, далеко бегать не придётся. В нужный для сюжета момент срабатывает автосейв. Ну и самое главное... Зима. В моде она реализована шикарно. Снег и падающие снежинки белые, а снежок хрустит под ногами. Никак в этом вот сером недоразумении с дождём, зимней сказке. Кстати, по желанию можно некоторые эффекты отключить, но лично я оставил всё как есть. Как и в вышеперечисленном моде, в СВЗ О-Сторе есть система замерзания, которая работает не, сука, постоянно, каждый раз, когда мы далеко от печки, а постепенно, из-за чего мы можем спокойно ходить по карте, не боясь отморозить свои причиндалы. Греться, конечно, нужно, благо костры все раскиданы по карте и нам их даже не придётся разжигать, судорожно бегая по карте в польсках ресурсов. Конечно, в одном эпизоде мы всё-таки разжигаем наш первый костёр, но это, правда, первый и последний раз, когда мы занимаемся подобным. Спасибо, Саша. Саша Экзимодер рулит. Летс гоу, Сашок лучший. Забудьте про аптечки, потому что в этом моде, как настоящий гигачат, мы хилимся едой, которую нужно подогревать на костре. Также, погревшись у костра, можно установить свои хп. Мелочь, атмосферно и приятно. Стоит также упомянуть, что в моде есть рабочий вид от третьего лица. Подписываемся на патреон xdmoder. xdmoder. Подписываемся на патреон с Александром xd. И если вы не устали от описания нововведений, то давайте непосредственно перейдём к сюжету мода. Наш главный герой-сталкер по прозвищу Принц просыпается в некоем доме. После того, как стянул у неизвестного артефакт. Покинуть здание, как нормальные люди, через двери или окна, мы не можем. Поэтому нам нужно будет искать обходные пути. В одной из комнат находим пистолет и труп вояки. В рюкзаке которого документ, представляющий из себя юридическое соглашение между военными и учёными на интере для ряда... Да как будто кто-то из вас читает эти писюльки. Ну шо вы? Неподалёку находим на столе ключ, который подходит к двери в спуск подземной коммуникации. Там мы натыкаемся на труп учёного, который любил немножко пошалить с энергетиками и петардами. Забираем с трупа ПДА и топаем дальше. Натыкаемся на местного трубочиста Виталия, утихомириваем онного и продолжаем наш путь по ужасному, узкому и длинному тоннелю. Чувак, ты думал что-то здесь будет? Выбираемся на поверхность и офигеваем от того, что на улице много снега. В середине ноября. Обследуем территорию и находим труп военного, в рюкзаке которого есть спички, чтобы разжечь костёр и ПДА с информацией для тех, кто любит вкусно покушать. А на крыше одного из ближайших зданий находим труп сталкера. Пошуршав его, вытаскиваем ключ, возможно от выхода. По пути немножко подмерзаем и решаем развести костёр в здании, чтобы чуточку согреться. Здесь мы в первый и последний раз пользуемся спичками. И слава богу. Отогревшись и сохранившись, подходим к ЭПП и находим там ружьё. Подбираем его и получаем задание разведка, осмотреть территорию заброшенной стройки. Открываем дверь на волю и чешем на указанную отметку в ПДА. На месте натыкаемся на стаю зверя, с которым без особого труда разбираемся в два счёта. Находим пару трупов военных, у одного из которых изымаем ПДА. Но поскольку от несколько длительного пребывания на свежем зимнем воздухе мы немножечко так подмерзаем, то топаем назад наш импровизированный лагерь. Уже там согревшись и перекусив, читаем инфу с ПДА. А оказывается, что вот эта вот заброшенная стройка точка эвакуации. А значит нам стоит обследовать ближайшие локации, чтобы найти выживших или какую-то нибудь информацию, проясняющую происходящий тут трындец. А тут как раз на выходе ловим четыре точки СОС. И первым делом я решаю проверить точку СОС-4. По пути к краям глаза обнаруживаю сталкера и немного, опасаясь, подхожу к нему, чтобы завести диалог. Тот просит нас достать еду из его нычки, так как сам пойти туда не может. Хоть всё это и подозрительно, но всё же соглашаемся на просьбу товарища. Тем более, что нам как раз по пути. До топов до складов я сразу краем уха слышу рык псевдогиганта, отчего пазл в голове сложился. Вот чё наш товарищ сам отказывался туда лезть. И сразу же замещаю двухэтажное здание, где, судя по отметке, на миникарте есть труп. Так вот, нам сюда пока не надо. Поэтому, аккуратно пройдя по окрестностям, находим грузовик, внутри которого и была та самая нычка с провизией сталкера. Не теряя ни минуты, валю, что есть силы, назад в свой лагерь. Грею иду для товарища по несчастью и возвращаюсь на точку. Чё за дела? Его нет. Лишь сообщение в ПДА, спасибо, и рюкзак рядом. А, да пожалуйста. Вновь возвращаемся на склад и пытаемся разобраться с псевдочем. Увидев, какой мизерный урон я ему наношу, проскинув мозгами и обследовав территорию, находим аномалию. В голове сразу рождается хитрый план. А именно, привлекаем внимание пельменыча и загоняем его в эту аномалию. Бум! Миссия выполнена! Теперь можно со спокойной душой ходить по окрестностям и набирать полные карманы еды. А также осмотреть труп вояки, который так любезно пожирал почивший пельменыч. С трупа утаем новенькие АКСУ и ПДА вояки, из которого узнаем инфу, что аномалии можно деактивировать с помощью неких булыжников, которые рождаются возле гравия аномалий. И как раз в том месте, где покоится пельменыч, может находиться нужный нам арт. Вот только есть загвоздка, чтобы найти этот артефакт, нам нужен детектор, а где он находится, мы не знаем. А это значит, что надо продолжать наши поиски, поэтому направляемся к точке СОС-3. Тут мы подбираемся к некому зданию с ангаром, но парадный вход в ангар перекрыт аномалиями, поэтому нам нужно найти обходной путь, минуя зомбиков. Нет, лежи. Все, привязали его к батарее, теперь не выберется. На одном из этажей нахожу точку сохранения и ноутбук, который, к нашему великому сожалению, заблокирован паролем. Применив все свое хакерское мастерство, огорчаемся отсутствием результата и продолжаем исследовать округу. В одном из кабинетов добиваю зомбика и нахожу на столе ключ, предположительно от одной из дверей в ангар. Вуаля! Ключ подошел, и мы стали на метр ближе к нашей цели. В ангаре встречаем единственного выжившего... А, не, бро, ошибочка вышла. Это была иллюзия. И сейчас нам предстоит иметь дело с контролером, который при помощи своей телепатии просит нас купить его NFT. Спустя какое-то потраченное время и нервы выносим эту истеричку и со спокойной душой осматриваем труп афериста и мошенника. Изымаем из карманов модных джинс онного неизвестный артефакт и находим поблизости труп вояки, у которого забираем ПДА, в котором, по счастливой случайности, есть информация о пароле в ноутбуке. Кстати, во время блуждания по локации я обнаружил небольшое одноэтажное здание, в одной из комнат которой я нашел любопытный сейф. Однако для того, чтобы его нам открыть, понадобится ключ карты и пароль. Так что тыкаться в него сейчас не вариант. Возвращаемся в кабинет и вводим пароль в ноутбук. Немножко покопавшись, находим копию письма военных. В нем один из уполномоченных высказывает свою обеспокоенность поведением сталкеров на кордоне. Мол, бунтуют черти, надо с ним что-то сделать. Уж не знаю, из-за действий майора Камаева в чине начался весь тот беспредел в нулевом эпизоде, но копию письма на всякий пожарный скачиваем свой КПК. Что же, здесь нам больше делать нечего, покидаем здание. Выбравшись на свежий воздух, замечаем, что уже заметно так стемнело, и по пути на точку СОС номер 2 любуемся вечерними зимними видами. По пути нахожу водонапорную башню и решаюсь ее исследовать. И как оказывается, не зря, ибо наверху нахожу брошенный кем-то рюкзак, содержимое которого записка и ключ карта. И ставлю восьмую серию, сами знаете чего, что здесь замешан тот самый сейф. Открыв записку, видим вот такую загадку Жака Фреско, и тотчас спешим назад, чтобы попытаться открыть сейф. И что вы думаете? Карточка спокойно подошла. Вот только с кодом возникли проблемы, поскольку по загадке у меня было ощущение, что это дата чернобыльской трагедии. Но хер там плавал. Но я не буду долго голову ломать. Давайте-ка позвоним автору моды и все сами узнаем. Алло, Саня? Нахуй ты сюда звонишь. Саш, один вопрос. Код от сейфа. Какого сейфа? Ну там СВЗ. Мод твой. А, 2021. Угу. Погоди. А почему тут 2000? Лё, давай, будь здоров. Пробуем код. Опа-на! Замок открыт. А внутри... Улучшенная Ксюха и какая-то флешка. Пока мы знаем, где её можно считать. Бежим к ноуту и читаем содержимое флешки. В ней содержалось письмо, адресованное никому иному, как самому стрелку. В письме адресата предупреждали о странной активности учёных в сопровождении наймитов. Мол, те пришли аномалии здешние поизучать. Ну-ну. Так мы и поверили. Но погодите. А не учёные ли виноваты в происходящем вокруг трензице? Интересная теория. Но не теряя времени, скачиваем и это письмо к себе в ПДА. И несёмся на всех парах на точку СОС-2. А то нас уже заждались. Отметка на карте приводит нас на территорию ЖД вокзала, где... Мы слышим рык кровососа. Супер. Но не найдя никого поблизости, обыскиваем близлежайший труп учёного. И изымаем оттуда ПДА. Из него мы узнаём информацию о детекторе, который поможет нам найти артефакты. Также вспоминаем про тот булыжник, который способен растворять аномалии. Вот только на тот момент я не знал, где детектор, так как заведомо обыскал территорию. Но никакого детектора не нашёл. А он лишь появляется при подборе КПК. Но... Не важно. Алё. Лёха Вульфсталкер? Я не отдам тебе сотку, уймись. Решив не терять ни минуты, я направляюсь на точку СОС-1, так как она была неподалёку. Там я нахожу в маленькой хибаре возле НИИ зашуганного учёного, который поведал мне о том, что он со своей группой исследовал здешнюю аномалию. Однако во время того, как они постепенно стали вытаскивать оттуда артефакты, аномалия бухтела-бухтела и как звезданула светом, раскидав всех по округе. Тем самым не дав сталкерам возможности покинуть эту территорию. И в довершении всего наградив несчастных преждевременной зимой. Из всего сказанного делаем выводы, что возможно удастся покинуть это место, если собрать все четыре артефакта и кинуть их обратно в аномалию. Попутно спрашиваем, остался ли ещё кто живой, на что учёный говорит, что был ещё вояка, который пошёл в научный комплекс. Оставляем учёного наедине со своими тараканами, а сами отправляемся на поиски пропажи. Но в самом здании НИИ находим лишь зомбиков, которых тотчас утихомерим и какой-то загадочный QR-код. А ну-ка. Чё ты делаешь? Пошёл вон отсюда! Поскольку делать больше было нечего, осматриваем задний двор НИИ и в вагончике находим труп вояки. Идём с пренеприятнейшей вестью к учёному, но тут настречу к нам выбегает-выбегает некое скелетоподобное чудище. Назовём его Кастян. Воевать с ним бесполезно, но можно. Однако я тут же вспомнил про нашу сталкерскую смекалку и загнал нечестивого в аномалию. С маньячелой покончено, возвращаемся к учёному. А точнее к тому, что от него осталось. И забираем артефакт. В этот момент я решаюсь перепроверить предыдущую локацию, например, детектора и нахожу его. И тотчас получаю задание найти на ощупь артефакт на площади. По итогу я нахожу его и тут... А я всё думал, когда же ты появишься! Убиваем кровососущего и получаем плюс мораль. Кстати, на вести, где мы убили Костяна и Топтышку, со временем появляются артефакты. О, чуть не забыл. Подобная локация была задействована и в нашем любимом моде Гибернэйшн Эвил Эпизод 2. Только вместо того самого домика, откуда доносилась нежная... Сюда! Придя на место, мы видим подобную картину. Ну что же, детектором вытаскиваем на месте гибели Топтышки булыжник и растворяем аномалию возле КПП. Поднимаемся на второй этаж здания и утаем учёного. Из его рюкзака забираем последний арт и КПК. Из него узнаем информацию о той самой аномалии, которая стала причиной всего произошедшего. Мол, среди сталкеров бытует мнение, что это не просто аномалия, а довольно-таки мощный телепорт и надо бы его исследовать. Ну, а дальше вы сами знаете. Подходим к аномалии и постепенно скармливаем ей артефакты. Скинув первый, ничего страшного не происходит, но начиная со второго, нас периодически будет кидать в разные места, недалеко от самой аномалии. С последующим трындецом возле неё. И вот, момент истины. Мы скидываем четвёртый арт, который всё время был при нас. Да, это тот самый артефакт, который главный герой слямзил у некого сумасшедшего, тем самым став участником здешних событий. Аномалии активируются и... титры. Уж не знаю, выбрался ли герой по итогу, жив или нет, но давайте пожелаем ему всего самого лучшего, как и Саше к Сдемодеру. Постойте. Саша, ты что творишь? Полиция модмейкеров уже выехала. Беги, Саша! Они уже Лёху забрали, и теперь с тобой идут. Беги! Пока не поздно. Что я могу сказать? Наконец-то годный мод. Да, он короткий, но зато очень качественно сделан вплоть до мелочей. Да, сюжет тут не то, чтобы супер-пупер-покадимовски гениальный, но это на 510 голов выше тех самых модов, про наёмников и прочего, что выходило за последнее время. Более того, мод стабильный, за всю игру ни одного софтлока или вылета не обнаружилось. Да и что там говорить? Сама зима в моде реализована очень даже неплохо. Да и вообще, мне было очень приятно поиграть в данный мод. Конечно, во время написания сценария я юморил, и что-то мог пропустить или умолчать, но это только для того, чтобы вы сами смогли поиграть в мод и оценить проделанную работу автора. Надеюсь, что в плане исследования подходу к мелочам и деталям не обойдут стороной и релизную версию СФЗ. Что же, а на сегодня всё. Всем спасибо за просмотр, с вами был Хлеб. Не забудьте поставить лайк этому ролику, а также оформить подписку на канал. Ссылочки на дискорд, ВК и соцсети в описании. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok